Почему ЕС судится с Россией по поводу пальмового масла, но не решается оспорить в этой режиме антисанкции госэкономикой финансы? 8.54.26 марта 2015 года Вторая волна Почему ЕС судится с Россией по поводу пальмового масла, но не решается оспорить в этой режиме антисанкции? Штаб-квартира ВТО Всемирная торговая организация ВТО, 25 марта начала рассматривать уже третий иск Евросоюза против России Правда, пока речь не идет о так называемых российских антисанкциях, которые другие участники ВТО оспаривать не осмеливаются В кулуарах самой организации не скрывают, что нынешнее судебное разбирательство может быть связано с дискуссией России с США, Евросоюзом и другими странами по поводу санкций Но это может иметь серьезные негативные последствия для самой организации Пальма в холодильнике ИСК, к рассмотрению которого приступил орган разрешения споров, ОРС, организации, касается порядка импорта в России товаров, запрета на поставку которых не существует Осенью прошлого года Евросоюз пожаловался в ВТО по поводу повышения России ввозных пошлин на бумагу, холодильное оборудование и пальмовое масло В материалах Еврокомиссии, поданных в ОРС говорится, что после присоединения к ВТО Россия в основном сохраняет свои импортные пошлины ниже пределов, зафиксированных в условиях членства страны в этой организации Однако, есть ряд товаров, по которым, как утверждают еврочиновники, Москва не исполняет свои обязательства Пальмовое масло, холодильники и бумага, в их числе Как рассказал Ленти.ру один из участников заседания, в среду к иску Евросоюза присоединились также Украина, Молдавия, Индия и Япония В частности, Россия не снизила ставку пошлины на пальмовое масло с 15% до 5% А по двум другим товарам фиксируют минимальные суммы, которые должны быть выплачены, даже если это не соответствует ставке пошлины, выраженной в процентах от стоимости продукта Речь идет о принятой в отечественном таможенном законодательстве формулировке, которая выглядит как ставка пошлины Н процентов, но не менее Н долларов США Консультации по этому поводу между Россией и Евросоюзом на площадке ВТО состоялись еще в ноябре прошлого года Но закончились эти переговоры безрезультатно Теперь тело передано в ОРС, который, в соответствии с нормами ВТО, должен назначить трех арбитров, которые должны вынести соответствующие решения Если они решат, что пошлины должны быть изменены, российскому правительству придется это сделать Решения арбитража ВТО обязательны для исполнения всеми членами этой организации Пальмовое масло индонезийского производства Впрочем, для России в данном случае принципиально не столько ставка пошлины на пальмовое масло, которое в стране и так не производится, сколько совсем другое соображение Начинать свою работу в этой международной организации с проигрыша пусть и в незначительном споре не хотелось бы Особенно учитывая, что правовые документы ВТО написаны в англосаксонской традиции, в которой фактор прецедента имеет решающее значение А Евросоюз, помимо этого иска, уже успел подать еще пять, став, таким образом, чуть ли не единственным сутяжником против России на площадке Всемирной торговой организации Кроме Еврокомиссии еще один иск подала Япония Он касается введенного в Россию и утилизационного сбора на автомобили Но только европейцам пока удалось довести свой спор с Москвой до арбитража В дальнейшем на кону может оказаться еще более серьезная проблема – российские антисанкции В том, что они никак не соответствуют нормам ВТО, сегодня уверены не только европейцы, но и российские представители Правда оспорить их мешают внутренние проблемы самой всемирной торговой организации Введенные в прошлом году российские антисанкции оказались для ВТО экстремальной ситуацией Мы с таким еще не сталкивались, признался в разговоре с лентой.ру представитель секретариата этой организации Похожая ситуация наблюдается разве что в торговых отношениях между США и Кубой Обе страны являются участниками этой международной организации со дня подписания Генерального соглашения о тарифах и торговле – ГАД И вопрос о них в рамках ВТО не разрешен до сих пор Другой такой случай произошел в 1983 году, когда из-за войны на Фольклендских островах целый ряд стран, во главе с Великобританией, ввели торговые санкции против Аргентины Других таких случаев не было, добавляет пресс-секретарь ВТО Даниэль Пурзин Однако, нынешняя ситуация с Россией выглядит более сложной Ящик Пандоры разбирательства о соответствии вводимых торговых санкций правилам ВТО может оказаться неприятным для самой организации Это ящик Пандоры, открывать который никто не хочет, сказал в беседе с лентой.ру директор Департамента информации и внешних связей ВТО Кейтракуэл Жертвы санкций редко вводили в ответ собственные торговые ограничения Тем более, они никогда не имели такого масштаба, как российские антисанкции Ситуацию осложняет еще и тот факт, что если меры против России были введены американцами и европейцами таким образом, что заподозрить их несоответствие нормам ВТО сложно, то российские противоречат принципам этой организации прямо и грубо Дело в том, что ограничение по доступу российских компаний на финансовые рынки ЕС и США можно при желании назвать несоответствующими принципу режима наибольшего благоприятствования Он предполагает отказ от любой подобной дискриминации Его суть можно изложить в одной фразе, что позволено одним, должно быть разрешено всем без исключения Кроме того, речь идет об отказе санкционеров экспортировать свои финансовые услуги И ВТО такие самоограничения не запрещает А вот с российскими антисанкциями ситуация совершенно иная Запрет на импорт продовольствия, введенный в прошлом году, не только нарушает принцип режима наибольшего благоприятствования, но и является грубым попранием норм ВТО, запрещающих любые подобные ограничения Такая норма прямо записана в Генеральном соглашении по тарифам и торговле Так что, если кто-либо из пострадавших от антисанкций подаст соответствующий иск, шансов на победу в этой тяжбе у России будет немного Польские фермеры протестуют против правительства, которое не оказало им должной помощи после введения России антисанкций 1.2. Несмотря на то, что введение торговых ограничений для защиты своей национальной безопасности предусмотрено статьей 21 того же самого документа, России это мало поможет Ведь тогда российскому представителю ВТО придется доказывать, что, скажем, импорт испанского хамона или польских яблок представляет несомненную угрозу для безопасности страны Подать такой иск от Брюсселя требует целый ряд стран, Польша, Эстония, Германия и другие Почему же этого не происходит? Мешает все та же 21 статья Санкции против России вводились тоже со ссылкой на национал А толкования этого термина в нормативной базе ВТО отсутствует Поэтому, если такой иск будет, органу по решению споров придется дать его толкование И тогда уже в неудобном положении оказываются не только нынешние участники санкционной войны, но и большинство других стран-членов ВТО Пояснил ленте.ру источник в секретариате этой организации Более того, такой иск может оказаться серьезным ударом и подействующим санкциям США против Кубы и ряда других стран А сам возможный скандал окажется для самой всемирной торговой организации серьезным экзаменом на прочность При том, что по итогам предыдущего, дохийского раунда международных торговых переговоров, организация была отправлена на переэкзаменовку Теперь в штаб-квартире организации прогнозируют, что вопрос либо зависнет на долгие годы, как в случае с Кубой Либо иски будут подаваться по поводу запрета на импорт в Россию каждого товара в отдельности Как в случае с пальмовым маслом Но второй сценарий здесь считают маловероятным Константин Угодников Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...